...это нормное свое существование, а ему дают провод. Сегодня тема у меня была одна назначена, а принородилась еще одна тема. Это свежий к этому. Только что поступили сведения про Петеляевку. Да, главный герой среди нас сидит, и вы не знаете. Главный герой, которого Путина здесь нам поздравил, и глава края Александр Гандарович Карлин. Вот такие люди у нас, среди нас есть. И мы счастливы, что они рядом с нами сидят. Это на весь мир, не просто так. Это в интернете стоит. Я сегодня хотел немножко дальше поспрашивать, а никто не мог ответить. Запишите себе. Перед тем, как пойти, я немножко поразузновал. Сколько в мире собак? Сергей Павлович профессиональный кинолог. Кто собак веселует, кинолог называется. Не кинолог показывает, а кинолог. Если у него ходить чемпион России, поверьте, что это чего-то стоит. Я могу говорить, потому что родился там, где в семье всегда были собаки. Наш отец 40 лет, здесь 39, и там еще 40-й год поцепил. Мы на поле выросли. И дома были собаки. Собаки определенной породы. Я сейчас все припоминаю, а спросить-то некого. Отец искал этих собак. Искал. Даже наша мать сильно пострадала из-за этого. Отец купил собаку, а была Марс. Отец не знал, что Марс это египетское большинство. Он его назвал Макс. Он грозный был такой. С двумя волками один боролся. А то любой скажет, что это не каждый алабай возьмет. Это специальная порода бороться с волками. Вверхом на него сядешь. Мы трое, помню, на санках сидели по деревне вперед. Садки специальные. И купил отец Кобеля. Второй соболь был. И они еще разобрались. А Самуил, старший брат, взял его, не знаю куда на нем ехать. Он вырвался и убежал. Он убежал на Карповку 35 километров. А отец до того переживал. Мать собралась, благословилась и пешком пошла. Зимой. До Шарщина. Дальше 10 километров. Боро. Одна. А если нет тропинка. Еще пять километров забор. И привела эту собаку. Какие жены? Коня на ходу просто остановились. Это я помню только. И вот они привязаны. Комуры с двух сторон у них. Избушки. И проволока не вверху, как бегает собака по кольцу на цепи, а по земле. И там они друг друга, были преграды поставлены, не могли кабины друг друга достать. Они добегут и забудут, что они друг на друга ловят. Как сейчас помню. Овечек спас. Овечки, где у батюшки вкусные. Разные щепюрки это воруют. Это уж его сожительница сказала. Ну их отцу, конечно, наведывались. Я провел свет на ветлину. Из ветлины абажур. Это дерево росло, наклоненное над овцами было. Ну и прожектор. Другая. Собаки залали. Мать-то раз. И все тихо. Собаки лают. Отец ружье взял, вышел. А мать говорит, а зачем? Двою убьют, а хоть одного. Она тогда русскую трубу открывала. Говорит, если что не так. Я в трубу буду кричать. А русская туда идет. Говорит, ты далеко. Ох, так будет слышно, что что-то не ладно. В трубу. Никто и этому не вышел. Прямой выход. И действительно. Все заключенные. Так что и с канализацией разговаривают. Я спрашиваю. Сергей Павлович. Сколько пород собак? Он не знает. А почему он не знает? Я не знаю. Но дело в том, что никто не знает. Приблизительно есть. Почему? Потому что выводятся новые породы. Есть такие породы. 110 килограмм. Собака. Ну и представь, она разлетится, если ударится. Специально собак было время. Выращивали огромных собак, которые впереди шли в войну. Как танки. Они бросали, сорвали, прощищали дорогу. А есть собаки такие. Написано там 35 сантиметров. Там 400 грамм. Это специальные японцы выводят такие. Всего в мире собак около 400 пород. 400. Ну дальше уже можно посмотреть, сколько в России. 80 там. Перечисляется. У каждой собаки есть назначение. Проходили соревнования на интеллектуальные. Интеллектуально развитые животные. Лошадь может соперничать с собакой. И наоборот. Это самое высокоразвитое. Самое преданное. Вот смелые люди. Фильм старый. Посмотрите. Там конь. Как он засвизил. Коня и шар воспитал. И ему и ой ой ой. Он бежит. И он. Как дальше-то было. Смелые люди. Запишите себе. Это наш любимый фильм был. Старый фильм. Дальше. А сколько кошек? Больше или меньше? Около 700. Почему? Тоже выводятся новые породы. Я просто дам данные. Собак около 400. А голубей около 800. Из них 200 пород в России. Около 800. Кур примерно 700. Ну разбуди. Оно падает. Только гадите по кулу. Дальше. Гуси. Ну сколько гуси? Га-га-га. Сколько вас? 63. Точно. За собой следите. В России? В России? 36. В России? 36 гусей. Коров. Коров. 1080. Ого. Больше всего. Ого. Дальше. Лошадей. 25. Дальше. Овец. Никто не называет сколько. Но в Китае 144 миллиона овечек. 144 миллиона. Это самое большое количество. В Австралии 98. Ну хоть кто-то запиши. В Китае 144 миллиона. В Австралии 98. 60. Ну и у России только на юге. Южная Россия. Что считать? Батюшка. По пальцам пересчитаешь. Я говорю о собаках. Мы родились при собаках. Кроме этих больших собак у отца были еще и поменьше. Еще он их держал более около двума или что. Ну тоже были. Мало того к отцу приводили собак. И из них у него была даха. Не шуба. Из собак даха. Очень теплая. Вот мунты у летчиков. Это все из собачины делали. Собачий жир. В парфюмерной промышленности. Губы красили. Вот. Вот там добавляется. Так. Какие породы? Первое самое что есть это охрана. Обнаружение врага. Охрана. Вот когда в Англии провели исследование в разных странах мира. И подбери ту самая высокая интеллектуальная немецкая овчатка. Вот как у Сережи здесь верный. И ураган который с нами ехал. Самая высокоразвитая из всех пород собак. Она и на границах. Она и в военных целях. Она в милиции. Она разыскивает там этих наркодельцов. Везде. Милы где стоят. Везде. В первую очередь они. Милы. Устала работа. Четыре часа прошло. Меня вызывают. Вон на том бугре. На корчину показывают. На бугре. Кто-то видел. Человек проходил. Найдите его. Четыре часа прошло. Я играю с собакой. Когда хожу. Там мое соглашение. Предлет. Предлетом. Сухо. Я говорю. Ищи. Теперь я должен определить ей. Помочь. По следам. В какую сторону идти ей. Разве сидят. Куда собаки идти. И она его находит. Он дважды переходит речку. А речка теряется след. Он снова возвращается. Бежит на кладбище. Доходит до ранжирного парка. Бетонный колодец. Он залазит туда. И крышкой железной закрывается. И я его нашел. И вытащил оттуда. А ей было год два месяца. То есть мы занимались в уголовном розыске. На все. Абсолютно собака. Что искать. Она смотрит. И это окно. Сколько я вижу. Дотирает. Для нас было. Сосрик. Упали. Окурок найдены. Где-то она понюхала. Окурок может сброшили. Уже. Не знаю. Там часов десять назад. И она по нему будет держать след. Мы на следующее. Сказала. Искать. Она говорит. Я не говорю что искать. Она не ищет. Я говорю искать патроны. Патроны. И она все патронщики буквально на языке поднесет. Ни одним не сожмет. А по патронам определяется баллистика. С какого ружья пистолета стреляли. Если идем в дорогу из вокзала искать. Бутылки. Бутылки. По сторонам все бутылки заберут. И с бутылкой. Я с дам куплю мясо. Попробуй свою собаку научить это. Самое трудное. Это примечать собаку во время стрельбы. Чтобы она обошла с той стороны. Подползла и бросилась на того кто стреляет. Не прямо побежала. Ее могут пристрелить. А именно обошла вокруг и сзади напала. Моя собака. Это не мучилась. Но я знаю просто. Теоретически. Собака по охране. Вспомните. Робинзона Круза. Как собака отгоняла его костом. Первым посеем был. Второе. Это позьба. Овчанка. Она так и называется. Овча. Овца. И овчанки разные. Я сегодня посмотрел. И в каждой породе. Есть еще половина. Там какие-то. Кавказская. Овчатка. Среднеазеландская. Это разные. Одна мохнатая. Другая как волкодар. Ошейник. С шипами вешается. Она когда дерется. Она эти шипами еще льет. Где-то. Они и драться могут. И охранять. Ну и пасти. Вот мне подарили одну собаку. Она погибла по нерадению человека. Которому я ее отдал. Верта звать была. Но я подозреваю. Что она была. Где-то у пастуха. Я привез ее. Потеряю. Мне подарила она верующим. Это осталось без мужа. Она черная была. Смолевая такая. Черный свет. И вот. Загонять овечек. И пасем. А овцы рассыпаются. А их у меня было 1200 кажется. Кольщинских. Первый год как потеряет. Вот. Была я паста. И она вот так вот. Щелноком бегает. Подгоняет с одного края. Другого. Вот так. Если игенок маленький. Она нос ему тонкает. Носом. И как только заходим. Где них. Где вещи. Последняя вещь зашла. Она встала прямо. Дальше уже туда не пойдет. Я ее не учил. И однажды. Два барана борались. И рог шибли. И видно. Мухи наплевали. Его там. Щелли. Завелись. Но он бросился. Бежать. Я гляжу. Он от того на куда. Я крикнул ее. Она догнала его. Ухватила за этот рог. Прижала к земле. Не укусила ничего. И держала. Пока я прибежал. Рассказываю. Как это? Это то что мне пришлось видеть. То есть собака очень и очень высокоразвитая животное. И вот я показал. Самое. 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 И все породы перебираю. Нигде породы хаски нету. А почему? Она не порода. Ее никто не выводил. Она близкая к дикой. А где она? Она очень подвижная. Ласковая. Красивая. Ее выставляют топ модели. Как вот выходят. Покрутиться перед народом. И она тоже. Красивая. Она ничего не может делать. Ее можно учить сидеть. Лежать. Но не больше. Она не злотная. Ну а можно учить так. Чтобы вот. Как вот. Ему ударить. Можно. Написано. Сломать психику. Это было. Но после этого уже никто не рад ей будет. Она тогда и хозяев у кого угодно порвать может быть. Надо смотреть. Что в ней заложено. А к чему она пригодна? Быстро бегать. На. На севере. Транспорт. Их у хозяина не меньше девяти должно быть. Это самые малые запряженные девять собак. Их быстро приучают. И они общаются. Впереди тут шестрика держат. Пожар там есть один. А остальные парами идут. Восемь. И дальше девять. Сколько там? Двенадцать. Но советская власть когда пришла туда привезли эти вездеходы. Нарты. Зимние. Снегоходы там. Они говорят. А зачем собаки? Зачем кормить? Но они народ сохранили. Этих собак. Вот. Некоторые собаки перешли у них с хозяева или как на Аляске. Самошины скрестились. И получилась борода как бы несколько более быстрая. Они ничего не приводны совершенно. Никакой работы, ни в какую графонию не входят. Их не улучшит ничему. Вот весна подходит. Нарты. Куда поедешь? Все. Собака. До свидания. До осени пока снег не навалит. Собак нету. Все питаются где хотят. Ни с одной породой так не поступают. Они в тудре. И теперь они по-своему умные. Они умеют добычу. Это зайцы. Это кролики там какие. Могут даже втроем-четвером козу загнать в лес и задушить. Но не больше. Хаски. А что хаски? Это искаженное понятие. Эски. Эскимосы. Держи. Когда спросили. Приехал один в Астралию. Увидел. Прыгает на двух ногах. А это как звать? А его не поняли. Они говорят. Кенгуру. Кенгуру так и пошло. А когда салили дальше. Кенгуру поехали. Но означает. Я вас не понимаю. Я вас не понимаю. Он подумал, что это назвали животным. Вы поняли что ли? Он спросил. Как звать? Он говорит. Кенгуру. Я вас не понимаю. А этот записал. Батя и кенгуру. А никакого кенгуру то и нету. Вот это. Каски. Нету. Это искаженное слово. Эски. Эскимосы. Первое. Краткое. А чего берете? Ну а что, все-таки, если в город взять? Ничего. Прекрасная собачка. Но только. А она все время вернется на город. Пробовали держать. Она сбежала с головы ударяем. Стекло. Вышелла и ударила к своим дедам. Где ее сотоварищи? Ее ни сетка, ни чего не удержит. Если ты держишь, берегись. Она все разобьет и уйдет, когда ей надо. Но она красивая. А для чего взять? Для охоты. А она пищи нет. Она разобьет, но хозяин не отдаст. То есть она совершенно, на 100% не годна. Не охранять. Не искать. Не охотничать. Не пасти. Нигде. Она вычеркнута. Она в работе как цыган. Незначница. Вот почему я дальше сказал. В мире есть два полюса. Один полюс. Евреи. Цыгане. А все остальные 2896 нации. В середине. И мы. Лучше или больше? Больше на цыган похожи. Здесь восточноевропейская немецкая овчарка и хаски. А между ними остальные 398 ворот. И теперь спроси людей, которые завели с какой целью. Бывает так. Ребенок, чтобы хоть чем-то был занят. Хороший. Прекрасно. Кормить ящего почему-то. Пусть играет. Мало-то, учит сидеть, лежать. Тоже неплохо. Но. Она тебе не охранять. Повторяю. Не пасти. Ее отпускать нельзя. В природе звери знают, как побеждать друг друга. Вот показывают в интернете. Лев один. А там идут три брата, три ребенка. Ну взрослые люди. Они кидаются, ничего не могут сделать. Тогда один кидается сзади. И вот так вот его прокусывают. А там скопление всех нервов. Он сразу обезложил. Моги от деревься. Теперь они его дарывают. Вам понятно? Что есть такое? Подождите. Подождите. Немножечко. Прости. Поддержите. Так. Никита. Покажи. Как вы? Покажи. У меня кошка была. Садись. Садись. Это не столько. Садись. Садись. Сделай. Подождите. Я сейчас дальше покажу. Что Хаски может делать. Документ. Вот посмотрите у меня какая кошечка. Выглядите на ее глаза. Как она сидит. Реально посмотрите. Она в интернете набрала столько очков. Немножечко. Немножечко. Посмотрите. Ну увеличить некуда. Экран маленький. У нее хвост пушистый. Она очень породистый. Кот у Миши Корекомсова. Мать у нее моя рыжая кошка. Которая там где мы обедали. И такая. Когда дети играли. Наши здесь играли дети. Перед домом. Где Калашникова там. Теперь там. Володя. В это время. Прибежала собака. Хаски. А хозяйка. Хозяйка ее. Не знает. Где она. Она играет. Как я называю. Балдеет там. Крещает. Крещает. Занятия их никогда не вижу. Они не приходят. Им это не надо. А собака где она не знает. А наши кошки то вот она. А она рядом с моей собакой. И сидит на дрова рядом то. В это время она забегает. Воображение. Воображение. Разбейте только. Воображение. Она вот так вот. Она сразу бросается из-за ее. И кошка сразу парализованная. Она научена природой. Чтобы вам убедиться. Сидите спокойно. Я сейчас подойду. Кошки убегают. Как-то кошка не будет снижаться. Наши не убегают. Отказки не убегают. Наши не убегают. Все убегают кошки. Да не правда. Почему так убегают? А вот так вот. Наша кошка глаз нацарапала. Кошка когда ей опасность. Она вздыпится. И стоит в позе. Она ждет туда. Подождите. У них кошки-то видят. У них кошки как компьютер. Она в определенном пространстве разбита. Она на собачке не ходит. Она не знает о каких опасностях. Или что кошка. Она не знает о каких опасностях. Собаку там не видит. Она долго сидит. Домашняя кошка. Она же только ни о той кошке не видит. Все кошки всегда гуляют. Вот она сидит на бревнах. В это время. Сзади. Она уже не может. Там были едва держатся. Вот они все. Попробуй. Вот она. Я ее сразу же. С собаки. А собака ласковая. И я ее собачку эту. Задерживаю. На 20 минут. Никто ее не ищет. Эту хаску. Ну а кошка-то что она поплелась. И вот уже сколько-то. Ровно два месяца. Я вожусь с ней. Выдавливаем. Течет и течет. У нее и с оправкой плохо. И с... Ну вот она. Вот она. Моя беленькая. Но у нее осталась прежняя ласка. У нее одни кости. Вот она, пожалуйста. Труды хаски. Вон посмотрите там. Сфотографировано. Вон. Большая. Показана рядом. И у нее. Значит. Галина грезька. Включили. Они выдавливают ее. Течет. Потом. Ну вот так. Перекислород. Кислород. Или как. Или как. Водород. Ну а потом смазывали. И каждый день все. Мне течет и течет. Я говорю. Очень хороший язык собак. Тогда стали так. Мы ее за ноги валим. Голову держим. Сметаной мажем. После ног. Выдавит. Это течет. И шарик. И шарик. Названо врач. Кошачий. Он ее вылизывает. И в первый же день они сразу до чего подсыхать. Каждый вечер. Мы четвером. Один. Я держу задние ноги. Хвост. Передние. Кто-то держит ноги. А один выдавливает. Вот она. Марина сидит с одной рукой. Теперь Марина этим занимается. А кто-то подводит шарика. Вот это из Канады. Балабашенька. Она подводит. И он подходит. Ее занизывает. Сверху. Снизу. И стала подсыхать. Но она дальше не может идти. Хаска. Она встретилась с Хаской. Вот. Даже не выдумывай. Вот это она и есть. Посмотри. Первый еще покажи. Потихонечку. Потом нажми. Вот это разная. Вот так. Посмотрите. Вот разных сторон. Видите. Парни да зайди отсюда. Тебе видно будет. Лучше. Вопрос. Сейчас. Вопрос. Почему сразу не приди и не сказать. Столько. Ты чего уговорит. Может это не она. Может не наша собака. Даже сделала. Двадцать минут. Я бы мог просто ее зарыть собаку. Никто бы не знал. Да пожалуй. Мы ее даже не ударили. Я ей ничего нету. И никто за ней не пришел. И не сказали. У нас в уставе написано. Если видишь скотина бегает. В уставе написано. Подойди. Скажи хозяин. Понятно. Понятно. Ребенок два часа ходил. Он не устал собаку. Он не устал. Он не устал. Она не устал. Каждый день она не бегает. Она не устал. Она не устал. Неправда. Каждый день. Илюшка держал собаку. Она убежала. Она не играла в волейбол. Она бегала непривязанная. Что ты думаешь? Я ходил мимо. Заезжал к ней. Фотографировал. Фотографировал. Как его с собаку выпускаешь. Обдумывай маленько. Не сказали. Даже ни слова не подошли. Собаку привязали. У нас заснято все это. Что заснято? Что она бегала непривязанная. Каждый вечер. Ты не была там. А я был с Володей. Она каждый день гуляет. И непривязанная с собакой. Не надо что-то гулять. Тихо подождите. В волейбол играют. В волейбол. Когда играют вечером. Она непривязанная. Бегает у них. Она не ходит даже сейчас на волейбол. Потому что занимается собакой. Мы 26 лет живем здесь. 26 уже. 26 год доходит. Кошки бегают свободно. Собаки тут все. Ни одной кошки не покусано. Эта кошка она выращена. Ну на компьютере. Она не знает что такое. Нашу кошку поворот подойдет. А тут же наверху у березы окажется. Если собака у березы есть. Ну я бы слушал. А это она не знает опасности. У меня дома 4. Сейчас 5 кто-то еще подбросил кошку. Рядом. Рядом. Ни одной не было что в случае. У нас собака покусала кошку. Да как собака покусать. Кошка только увидела опасность. Она сразу. Метнулась где-то. На забор. На березу. А это. Эмбина. Фаска. Эмбина. Чтобы не убежала. От жулика и убежала. Более. От жуликов. Это собака. Нотренка была. Сорвалась. Убежала. Побежала. Что это? Жулик или что это? Тарапин соскочил. Убежал. И что это? Ну не надо. Я вам скажу что это. Это интернет на полный материал. Вот эта интернетная собака. Кошка у вас интернетная. Если бы она была потерять. Вы держитесь здесь в клетке. Собак всю жизнь вырастили. В клетке кошку. А здесь выпустили ее. И вот она. Она собака. Она подумала что собака. Это ее старшая. Так она где ее взяла? Она в чужом усадьбе. Ну. Ну. И хозяин все дальше делает. Ну прийди ты в чужую усадьбу. Ко мне. Допустим. Что моя кошка будет зад посставлять тебе. Сейчас. Подставит она. Кончил. Ты знаешь я тебя отведу. Галю Глушковой. Твоя собака забежала. И задавила сразу. Ну. И сколько она говорит. Ребенечки не бахали. Сколько. И что тебе говорится. Ты же знаешь. Теперь. Увидим. Что задавила. Гурюцу. Ваша оказывается. Ну вот и да. Она не задавила. Она не задавила. Не задавила. Покусала. Она не задавила. Это опыт только. Я еще раз говорю. К чему. Мне ничего не надо опасаться. Собака закрыта. На шпинга летше. Что. Она должна привезти что ли. Да не надо придумывать. Я говорю. Каждый вечер. Слушай внимательно. Каждый вечер. Деревенская молодежь. Собирается около лагеря. Играет в полигол. Знала? Знаю. Никогда. Собака это не была привязана. Она всегда бегала. Мы снимали там. И она бегала. Я еще далеко на велосипеде. Она на встречу. Ласкается. Собака ласковая. Но она не привязанная. Хаска должна быть привязана. Ей разницы нет. Кто. Это в ней в природе. Она. Ну. Везде собака. Видите как на севере. Ее не кормят. Она. Сколько там месяцев. Она питается. Все. Никто им не дает ничего. Это у них в природе. Ваша задача держать на привязи. Не отпускать. На длинный поводок пошла. Веревочку взяла там в поселке. Не отпускать. У барабашей сколько раз убегал этот алабай. Мы его привязываем. Мы работаем на бульдозе. Ровно прибежал. Что нужно делать с ней? Мы его привязали. Сообщили. Почему? Я однажды. Слушай. Однажды я иду. В степи. Собака. На березу. Вам разве не надо говорить. В степи. Ни одной березы нету. Кошка охотится. И в это время ваш пастух. Заветел. Я гляжу. Он ее отстегивает. Собаку свою. И бежит за кошкой. Кошка выключила. Бери ее. Я туда подошел. Ты что делаешь. Ну у нее 3 килограмма. А у нее 30 килограммов. Это разное. Вам что имена, фамилии называть? Я говорю. Давай лучше помолимся. Еще вы такие жестокосвертные. Ей лежать некуда. Это степь. Она делает три прыжка. А собаки достаточно один, чтобы... Или как подняемся. Почему? Виновные в этом. Это было? Было сейчас скажется. Можем ее вылечить. А еще как ты ее вылечишь. Там перепушим. Я никаких требований вам не предняла. Я просто говорю... Компенсацию это платить? Или что надо сделать? Компенсацию? Собака закрытая. Ну ладно. Собака закрытая. Я говорил, что они... У Леши убежала. Деляк уже гоняла. Вот собака есть собака. Бывают всякие случаи. Убегают, бывают. Это собака особая. Это особая собака. Это особая собака. У батюшки... Сколько раз вернулась, чуть нашу собаку не задавила. Батюшки Наренко, овчарка немецкая. Чуть не задавила нашу собаку. Нормально? Она же самая умная. Она же как еврей на самой высоте. А почему наша собака уже не задавила? А зачем пропустил ты ее? У батюшки сорвалась собака и Василиса в нуля. Она просто ездила, она бежала. Сейчас вот держи. Она бегала. Просто бежи за ней. Еще та была... Вот сейчас. Это тебя давно не берет рядом. Давай, давай. Слушай, а почему ты задавила? Нет, собаки тема серьезная. И вот если, допустим, у меня кто-то что-то его подрал, по-честному, пришел, допустим, моя собака, если она у меня там утят задавила... Уже свою кошку отдадут. Не, секунду. Надо, я кошку ему подарю, у меня есть. Моя собака утят моих задавила, мне предъявлять некому. Но если, допустим, ваша задавит утенка, это не обязательно ваша чья, любая собака. Моя собака задавила утят любые. Семь куриц, я ей заплатила ровно. Семь куриц, так ли, любая? Все. Удет любого. Гусяк тоже рассчитывает. Заплатишь не за утенка, там 170 рублей. Я не заплатила, я ей отдала. А там, допустим, полторы тысячи за взрослого утенка. Это будет по-честному. Потому что я, когда утят покупал, то есть я планировал что-то, я не вкладывал. И поэтому... Нет. Я не заплатила, я отдала. Я утку пью. Я утку пью. Я утку пью курицу. А ребят, потом свиней купил. Потом... Самое лучшее доказание, это когда тебя бьют деньгами. А чем тебе бить? Собаку, что ли, закопать? У меня было случай. Какое возмущение есть? Какое есть? Какое есть? Так ты все мои планы порушил. Как они, какой? Я столько, допустим, год там. Хорошо, моя собака год. Яблоньки было, пожалуйста. А вот у меня они бы сейчас, у меня у каждого яблони, по 40 ведьм бы приносило яблок. А витро стоит у меня столько. Вот мне до 120 тысяч за 6 яблонь. Здесь надо конкретную ситуацию, а не просто какие-то яблонки. А как нельзя? А вот у меня был утенок. А она говорила, что утка. А тут утки еще были утят? Ну, потом... У меня 170. Всех, смотрите. Месяц прошел, допустим, месяц прошел. Всех собака их затушила, все. То есть я сейчас утят уже нигде не куплю. Потому что их уже никто не купирует. Их только в мае инкубирует. Все, я на все лето остался без ничего. В этом тоже есть доля правды в том же Деть Богле. Вы понимаете, что мы живем здесь. Хотя это может случиться у каждого. Я про это и говорю. Это у меня случится. И что мы будем... Я про это и говорю. А то, что должен каждый возрекать урок для себя, в первую очередь. Потому что... Потому что ученкам 15 тысяч оценивать. Да что ли? 15 тысяч. Не надо утрировать. Ну это конкретная ситуация или конкретная. Это уже вы утрируете. Вот скажем, что я ему горються. Вот ни один суд, все подтвердят, как так. Извини меня, я время в год потратил. Там, не знаю, там... Ну что-нибудь. Год потратил, ты меня затушил. На тебе там две тысячи. Так а как? А где год-то мой? Я ушла на заманы, которые я там планирую. Ну ладно. Вот такая какая-то непосовесть. Давай конкретно. Что я должна спросить? Что я должна Игнатию Тихомчат? Это то, что через два месяца он только сейчас предъявил мне объединение. Что моя собака подрала и кошку. Что я должна? Я думаю, что... Я думаю, что в интернете зарабатываю много лайков. И через 10 лет новый был. Так, Сергей хочет сказать, пожалуйста. Ну вот на твой вопрос, что должен, Тихо, что он тебе ответил? Ответил, ты не услышал. А собаку вашу действительно нужно держать на призе. Действительно она опасна. У Игоря Дубунова точно такая же порода собаки. И он своими глазами видел, как она приносила мертвых кошек домой. Она их ловит и ест кошек. Я этому свидетель. Я не рада. Эта же собака, бывшая со мной, которая сейчас Игоря Дубунова, съела кроликов в городе Молтае. Вот. Людмила Бузночков, если твоя дочь занимается... Она уезжает. Собака у меня. Подожди, подожди. Людмила Анатольевна. Не воспаляйся. Не воспаляйся. Подожди. Воспокойся. Дочь пока еще не уехала. Она пока еще здесь. На моих глазах собака вот с таким длинным поводком забежала к Алексею. Коза перепрыгивает в стойло. Я говорю, как она пасет? Смотрю, козу в стойло загнала. Коза у тебя послась. Коза перепрыгивает туда, к твоей собаке. Мы ее ловим. У собаки где-то 10-метровая веревочка. Вот такая тоненькая. Если она хочет заниматься, пусть берет 20-метровую вот такую веревку, привязывает к столбу и занимается. И строгий ошейник. Побежала собака в сторону Леши, в сторону курей. Блин, строгачом. Раз, два, три. Они не глупые собаки. У меня вот этот, который сейчас занимается с урывок. У него тоже. Он занимается заниматься. Раз, у тебя что, домой надо жрать. Он раз побежал, два побежал. Нет, надоело за ним бегать. И твоя также. Они вдвоем привязаны были. Убегали в деревья. Вот. Это что-то вот, ну, с дикостью связано. Действительно, Игнать Дихонич прав. То есть вот дикие собаки, которые их вот выпускали, ну, на лето. Да, и они питались. Это действительно в генах есть. У меня были Стаффорды, они дрались. Их тоже, как бы, если бы они выбежали и все бойцовые, они никогда бойцовой собаке на людей не нападали. Но они могут убить собаку. Овчарки, допустим, они тоже. Овчарка, она дерется с волком. Она охраняет овец. И она не прочь подраться с такой же собакой, похожей на волка. Поэтому Ренка ей жрет не того, что она там глупая. Потому что это породы выводились. И нужно понимать, для чего выводилась порода. Эта порода, она добывает себе пищу. Она охотник сама для себя. И в деревне, где полно вот такой дичи, она действительно опасна. Поэтому вы правильно сделали, что сделали классный вольер, что ее закрываете. Но при выгуле не нужно доверять ее маленькому ребенку, который не может его держать. Василиса сделала ошибку. Илюша, давай, держи. Я волейболку говорю, ну чего он? Вот. Надо было... А здесь Марк держал. Вот когда батюшка ехал на велосипеде со себя, держал Марк. Только она Марку дала, он хотел подержать. А у Марка вырвалась собака. И с ошейника и убежала. Хотя она была на поводске. Значит, ошейник должен быть такой, чтобы она из него не вырвалась. Ошейник должен быть такой, чтобы она не вырвалась. Значит, должна быть качественная амуниция, нормальная веревка. И не такая, что у батюшки тоже веревка. Ее не удерживаешь. Такую веревку тоненькую. Веревка с узлами. Тогда можно на улице наступил, допустим, она раз видела, заблокировалась, остановилась. И строгий ошейник. На такой веревочке вы еще ни капрону возьмите и водите. Конечно, его не удержите. Она все руки разрежет. Вот и все. А так собачка прекрасно говорит, что она там очень глупая. Я бы не сказал. Любую собаку можно там сидеть, лежать, стоять ко мне рядом на вот месте. Там можно и медведя научить. И корову, и свинью. Поэтому... Вот и весь отдельный вопрос. Если ребенок занимается, только рада этим, что у них есть занятия, что она не сидит дома, не пялиться в компьютере. Она идет заниматься. Потому что ей хочется. Ей хочется заниматься. Она на волейбол не идет, она идет заниматься. Она выбросила, да надо мне эта собака, я пойду лучше играть с детьми. Да. Она идет заниматься, потому что ей хочется этим заниматься. Браво Богу. И пусть лучше с собакой заниматься. Просто вы там взрослые выродили. Неситесь серьезно. Я когда искал себе собаку Хаски. Красивая собака. Вот Кулу тоже хотим. Позвонил другу. Друг на Алтае. У него целая прям, как это, база, турбаза. Вот он держит эти собаки, Хаски в том числе. Он говорит, а тебе зачем Хаски? Я говорю, ну как красивая. Он говорит, не вздумай ее брать. Хаски это такая собака, которая давит все подряд. Они говорят, вот они у меня. Она голодная, не голодная. Просто тупо задавила, задавила, задавила. Здесь, говорит, барана принесла. Он говорит, пока местные еще не знают. То барана, то еще кого-то. А, говорит, хочешь, допустим, вот там есть другие породы. Возьми. Маламут. У меня, говорит, маламут. Он говорит, не давит никого. А вот бультерьеры в некоторых государствах вообще запрещены ввозу. Потому что не могли проникнуть в одно учреждение. А у них там камин, прямая труба, охранник. А он дома привещен, туда спустил терьер. Раздался только шум, задавила охранника. И теперь они взломали, всего не сли. А на человека, если вцепилась, уже не оторвать еще нельзя. Она жует, перебирается горло и на этом все. У собак у всех назначение есть. У хаски нет назначения. На ней только ездит быстро. Она быстрая в компании. И умеет себя прокормить. Я почему это все показал? Что они ее отпускали. Я там проезжаю раз. Они играют. Мы снимаем. Второй раз съеду. Третий. Володя на огороде подъезжает, снимаем. Она ни разу не была привязана. А ты? Она привязана. А тебя там и не было. Зачем там опишься говорить? Ни разу. Повторяю. Сколько раз я там был рядом с лагерем? У меня там то на Клубнику приедем, то... Как ты играешь? Сколько? Ну я не могу сказать сколько там. Это ни день, ни два не играем. Ни лет, ни три. Она никогда не привязана. Я к тому, что привязан. Я ничего не требую. Ну вот результат. Результат я пострадал. Уровень опасности. В тот раз Василиса пришла, я с тобой говорил. Я говорю, будьте очень осторожны. Я тебе лично сказал. Собака при мне вырвалась ее в хаске вот эта. У меня паслись курицы, но на улице. Давай у них хвосты рвать. Я бегу за ней. Она, ну как, в голове щелк. Все. Так же как у моей. Тоже щелк и все. И надо драйк. И я уже потом уже, а я не могу ее так дать. Она же быстрее меня. Схватил ее уже, ну как-то на перерез. Она собака раз сразу там, ну все вот так вот. То есть понятно, что ее убить? Ну нет, зачем? То есть ну как-то наказывать надо. Что? Уровень опасности очень сложный. Так же как и с моей собакой. Двойная защита там, я не знаю. У нас в Югоре большая собака была. Она задавила кого? Барашка? Задавила. Я сказал все. Вам ее не отучить. Он ее расстрелял. Ваш забрался гусятину. Попробовал? Нет. Или что? Нет. У Люба. Еще не задавили? Курицу он подрал. Ну и он же, по-моему, тогда на гусей набался днем. Тоже пришлось видеть в собаку, вкусившая курови. Ну вот это у брачки не спать. Вот моя собака, смотри, Люда. Люда. Вот я держал собаку, показываю. Я ее вот так выхожу и сажаю. Она сидит. Рядом специально договариваются. Кролики бегают. Она сидит. Курицы ходят. Она только ушами шевелит. Это ученая. У батюшки на чего она так? Она порода. Порода. А она совершенно не ученая. Он ее не учил. Она совершенно ничего не наученая. Вот. А у него ураган. Чемпион России. Он любую кошку задавит. Он как ненавидит просто кошек. Учить надо. Вот именно она у меня когда маленькая была. А я тут работаю. Она около меня ходит. И друг соседей. Соседка схватила пруд. Вот так вот и я тебя. Она села смотрит. Что за собака-то? И убегает. Обычно прудом. Почему? Не битая. Она не знает этого. Поэтому собака под дрессировки любая подвержена. Кроме хаски и кроме тех, которые забитые. Забитые которые. Трусливые. Их учат медведя брать. Медведя специально выращивают. Года полтора ему. Выводят в лес. Собак пускают. Охотящие собаки. Одна собака вцепилась. Но медведь у него в когте-то. Он как рванул. А до самого низа кишки сразу прилетели. Другая за хозяина спряталась. А третья схватила. Отскочила. Вот это собаки. Которые спрятались. Их сразу вводят в распадок и расстреливают. Они заражают других. То есть три участии разное. Мы должны вырастить собак. Которые будут умные как хозяин. До этого уровня. Довести. Но это требует много времени. Хаску отпускать нельзя. Ни на секунду. Уже какие свидетельства идут. Живые. Я принес документ. Документ. Мы страдаем. Но ничего не сделаешь. Куда мне ее? Что? А она смотрит все еще понимающе. Я ее задержал. Она три круга сделала. Я его поймал. Поймал. Через 20 минут домой. Еще не пьяная. Кошку говорит. Вояга. Вы воображаемая картинка. У меня ни кошки нет. Ничего нет. Махаска у вас есть. Это где-то в другом государстве было. Примите так. Как сказку. Она опасна. А я можно добавлю тоже. Вот я считаю, что хозяева, которых держит собак, не доверяйте незнакомым детям, маленьким детям. Потому что это тоже очень большой вред. И я тоже положу этого вреда. Когда у Игоря Барабаша Илья без разрешения взял собаку. Тринадцать двухмесячных гусят. Представьте. Пол гуся. Тринадцать штук. Это не убыток? Только потому, что ему захотелось пойти пости и собака, чтобы рядом была. А потом он поллагерь весь искал по гущам. Было такое? Собирали эти гуся. Помнишь, приехала Роберт Эрблистер? Маленькая собаченка. Я пришел на нее привязан. Да ну никуда. Я до деревни только доехал, но нет оттуда. И у тебя что она задавила? Гусенка? Да. Все? Это собака. А это специально ее никто не кормит. У нее из природы в природу. Она себе добытчик. Добытчик. Наших собак пустит туда, где хаска. Они все сдохнут. А хаска будет живая. Она живет природой. Она душит, давит в езду. Это такой пример. Батюшка где-то ездил на север. Говорит. Собак по луне одна не привязана. Их не привязывают. Она в полудихом состоянии в таком исполнении удовлетворяет хозяев. У них нет понятия территории. Поэтому они не охранят. Они да. Пускочили. Переходят. Что она сделала? Она моя собака. Кажется. С щеткой. Или что? У кого? У кого? У кого? У кого нет. Давайте второй вопрос. Еще. Тетлю. Взял вот у батюшки Ренку. Идем с ураганом. Две собаки. Овчарки. Ваши гуси стоят. Я же не пойду на гусей так. Стою, держу. Фу. Они уши прижали. Смотрят на гусей. Ваши гуси разбегаются и прыгают на собаке. Я очень пострадал. Морально собаки тоже. Держи. Держи. Все нибудь подачи. Держи. Не запинали они нас. Мы очень испугались. Я больше той дорогой ходил. Я не помню, чтобы у отца нашего убежал в Марс хотя бы раз. Моя собака. На 5 минуте убежала. Куда она убежит от меня. Стоять здесь. Так. Собачья тема закрыта. Сейчас поговорим об очень важном. Пришла газета. Это называемая...